Приветствую, друзья! Зачем Запад вводит санкции в отношении России? На первый взгляд, ну, глупый вопрос. Санкции – это ответ на обстрел украинских городов градами, на убийство мирных жителей, на мародерство российских войск, ответ на само вторжение, наконец. Ну, окей, общий подход понятен. Но какое целеполагание лежит в основе санкций? Ради чего они? Быстро закончить агрессию? Сместить сумасшедшего диктатора? Наказать ответственных за войну? Ответы на эти вопросы на самом деле не так очевидны. А цена санкций для западного общества в целом совсем не нулевая. Поэтому по этой проблеме идут острые дискуссии. В отношении санкций есть одно глобальное заблуждение. Мол, они могут мотивировать российское руководство на изменение политики. Ну, скажем, приходят к Путину Набиулина и Силуанов и скажут, Владимир Владимирович, тут у нас дебет с кредитом не сходится, инфляция, дефицит бюджета, падение уровня жизни. Давайте-ка свернем эту войну, а то экономика накроется медным тазом. И Путин такой, да, конечно, экономика в опасности, выводим войска. Вы можете себе такое представить? Нет. Правильно. Для начала Набиулина и Силуанов не придут. Побоятся. А потом Путину нам плевать на экономику, плевать на развитие страны и на уровень жизни людей. Это на Западе от состояния экономики зависит результат на выборах. А Путину-то избираться не надо. Он сам себе обнулил сроки, сам выбирает соперников, сам себе считает голоса, и экономика его волнует только в части того, чтобы голодных бунтов не было. Остальное по барабану. Ну, может быть, тогда персональные санкции могут сподвигнуть Путин и его комарилю на более миролюбивую политику. Может быть, скорбь по яхтам, виллам заставит их задуматься. Я вас огорчу. Путину в целом плевать на персональные санкции. Арестовали там какие-то деньги или активы не арестовали. У него вся страна в собственности. С его окружением ситуация несколько иная. Чемизовы, Сечины, Чимчинки, конечно, грустят и скучают по Лазурному берегу и Флориде. Но, во-первых, Путину безразличны переживания из своего окружения. Да и не окружение это вовсе, а прислуга. А во-вторых, влияние на вопросы войны у них нулевое. Их мнение Путину неинтересно, а надавить на него или решиться на условную табакерку им до смерти страшно. Путина в российском руководстве боятся гораздо больше, чем санкции. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет их в республике? Да, я... Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение о... Так и скажите, так, та или иная. Путинские чиновники, госбизнесмены и даже генералы очень хотели бы возобновления отношений с Западом. Но способны на такое возобновление только после ухода диктатора. А помочь уходу страшно, хотя в реальности могли бы. И понятно, что для них и их семей это единственный хороший выход. Но нет, страшно. Хоть и больно. Что ж тогда получается? В санкциях нет смысла? Есть, конечно. Нужно только точно и откровенно его артикулировать. У санкций есть четыре важных аспекта. И о них Западу стоило бы говорить прямо и россиянам, и собственным гражданам. Во-первых, в современном мире нормальные люди, я подчеркну, нормальные коих большинство, не покупают ворованное, не зовут в гости бандитов, не помогают убийцам, не помогают грабителям и их помощникам. Нормальные люди стараются поменьше торговать с военными преступниками, уж точно не рады их грязным капиталам у себя дома. В Страстную субботу путинская армия выпускает ракеты по многоэтажкам в Одессе. Выпускает наугад по мирному городу, который находится вдалеке от линии фронта. Без какой-либо военной цели. Просто так, для устрашения. В одной из квартир многоэтажки убиты Валерия Гладан, ее мать и трехмесячная дочь Кира. На следующий день Путин стоит со свечкой на пасхальной службе и говорит про торжество жизни, добра и справедливости. Вот как его после этого назвать? Только как Зеленский. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете вообще, что это для этих... Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки. Поэтому в отношении некоторых людей санкции должны вводиться не ради того, чтобы их к чему-то мотивировать, а просто потому, что они подонки. Подонки и военные преступники. И с ними просто нельзя здороваться за руку и находиться рядом. Как российское общество относится к нападению на Украину? Вопрос сложный. В тоталитарном государстве нет и не может быть нормальной социологии. Мы не можем точно сказать, сколько людей за войну. 30%, 50% или 70%. Любая цифра будет враньем и гаданием. Но очевидно одно. Российское общество в массе своей не протестует против войны. Именно с молчаливого согласия россиян в соседней стране убивают и насилуют, грабят и бомбят. А если почитать качественные исследования, то картина становится совсем печальной. Вот это цитаты простых людей, наших сограждан. Им наплевать на войну, на страдания и гибель невиновных людей. По каким причинам наплевать? Сейчас не так важно. Важно, что в этом безразличии власть чувствует поддержку войны со стороны своего глубинного народа. И эта поддержка является одним из обоснований продолжения войны. Если значительная часть русского народа не понимает, что нельзя грабить соседа, нельзя молчать, когда грабят соседа, нельзя оправдывать свое трусливое безразличие какими-то там рисками, то это значит, что другие люди должны обратить их внимание на ситуацию через понятные этой части народа проблемы. Поэтому потребительские санкции важны, нужны и, к сожалению, обоснованы. Мне говорят, ну, есть же другие. Увы, это война. На войне прилетает всем, кто оказался рядом. Мне говорят, ну, тогда люди сплотятся вокруг Кремля. Да, будут и такие. С Гитлером тоже кто-то оставался до конца. Их судьба печальна. Опять повторю. Поймите, это война. Здесь иные правила. Путин будет вести войну, пока может. Пока есть танки, ракеты и патроны. Пока хватает оружия, боеприпасов, запчастей и денег, чтобы все это покупать. Значит, оружие, материалы, технологии и деньги, которые могут быть использованы Путиным, являются легитимными целями для санкций. Нельзя поставлять оружие агрессивному диктатору. Нельзя поставлять технологии. Эти технологии неминуемо будут использованы в военных целях. Ну и, конечно, Путина надо отрезать от поступления денег. Каждый доллар или евро, полученный Путиным, будет потрачен скорее на войну, чем на что-нибудь еще. К сожалению, мы сейчас находимся в моменте, когда технологическое и экономическое развитие России является угрозой всему миру. К слову, это также угроза для жизни и россиян. Но это, так сказать, наше внутреннее дело. Сейчас очевидно, что пока Путин будет находиться у власти, будет сохраняться военная угроза всему миру. А значит, очень простой и прагматический интерес всего мира заключается в том, чтобы держать экономический, технологический и военный потенциал России максимально близко к каменному веку. Военные цели достигаются не только военными средствами. И Путин прекрасно понимает, что его военные авантюры возможны только в отсутствии реакции Запада. Поэтому важнейший для него фронт – западный. На этом фронте он ведет гибридную войну. Миграционный кризис, поддержка сепаратистов, прочих радикалов, раскачивание общественного мнения, подкуп политиков и бизнесменов – все это механизмы гибридной войны. Гибридная война, она на то и гибридная, что идет не напрямую, оплачивается не напрямую из бюджета. Ну, то есть, в конечном итоге из бюджета, конечно, но через разных прокси и прочих агентов влияния. Для создания проблем в Африке есть Пригожин и его ЧВК. Ну, к слову, теперь и на Украине он тоже воюет. Для стимулирования ультраправых в Европе существует Малафеев с его монархическим окружением. Для коррумпирования политической жизни в Германии используют Шрёдер и Газпром с его энергетическим оружием. Крупные российские бизнесмены, знаменитые артисты, видные чиновники – все они потенциальные агенты влияния Путина на западную политику. И что же, их всех под санкцией? Всех. Всех, кто не заявил, что Путин для него военный преступник, а война с Украиной – военное преступление. Это очень простая, быстрая и дешевая проверка. Вот, например, Анатолий Борисович Чубайс ушел в отставку, уехал в Стамбул. Может ли так случиться, что этот отъезд и отставка – лишь игра, а в реальности его Путин отправил на Запад для отстаивания своих интересов? Может. Как это проверить? Легко. Анатолий Борисович пусть громко и публично заявит, что Путин – военный преступник. Тогда мы поймем, что Чубайс от Путина не зависит и служить ему больше не будет. Или вот Михаил Фридман, уроженец Львова, очевидно, тяжело переживающий нападение на свою родину. Сделал заявление, осудил войну, назвал происходящие трагедией для украинцев и русских. Так Путин тоже повторяет – война – трагедия, просто, мол, выхода не было. А вот кто эту трагедию устроил? Кто эту войну начал и почему? Это что, стихийное бедствие само началось? Кто напал-то? Преступление кто совершает? Раз Фридман не говорит, то возникает аргументированное понимание, что он находится в зависимости от Путина. То есть, если есть зависимость, есть риск, что все, что Путин попросит, будет сделано. Именно в этом причина санкций против так называемых олигархов, которые, конечно, никакими олигархами не являются. Запад просто блокирует потенциальные кошельки Путина, а вовсе не старается раскулачить богатых русских. Вот теперь, когда мы разобрались с аспектами санкций, то просто ответить на вопрос, что стоит делать, что стоит продвигать, от чего можно отказаться. Первую, этическую цель имеет смысл отдать на усмотрение общества и общественного мнения. Тут важно только обеспечить прозрачность. Вторая цель, пробуждение российского общества, имеет существенный смысл, пока идет горячая фаза войны. А вот третья и четвертая, военные и политические цели, должны присутствовать до смены режима. Иначе это похоже на анекдот про капиталиста, который готов продать веревку, на которой его и повесят. Причем про повесят стоит думать в очень серьезном и буквальном смысле. Путин уже не раз угрожал Западу ядерным оружием. Похоже, для него применение ядерного оружия – это не табу, а простой баланс между целями и риском потерять собственную жизнь. Поэтому пока Путин у власти, он будет являться военным противником всего западного мира. Причем не потенциальным, а вполне себе реальным. Именно с этой точки зрения стоит подходить к переговорам с неуверенными союзниками, типа некоторых стран Европы и с конкурентами-поставщиками, типа Индии и Китая. У Запада есть военный противник. Этот военный противник в лице Путина уже угрожал всему человечеству и несколько раз начинал войну. Запад не может ему доверять, и поэтому его режим должен быть лишен экономико-технологических возможностей к агрессии. Эта задача не на один день, но решение должно быть принято и реализовано теми, кто хочет сохранять торгово-технологическую интеграцию с Западом. Те, кто такое решение не примет или не реализует или сохранит существенную зависимость от кремлевского режима, должны рассматриваться как потенциально ненадежные элементы интеграционных цепочек и устраняться из них в той мере, в которой это необходимо для обеспечения безопасности. Ну а мы, граждане России, каждый из нас должен решить за себя. Идет война, которую начал Путин, и отсидеться в сторонке уже точно не выйдет. Жертвы будут у каждого, и у тех, кто за войну, и у тех, кто против. Нам предстоит лишь решить, чем мы готовы пожертвовать и ради чего. Счастливо вам!